Всем доброе утро! Начинаем новый влог. Мы с Лешиком решили вам показать, как проходит наше утро каждый день. Сейчас мы просыпаемся достаточно поздно, часов в 10-11 и на ночной сон. Также уходим в 10-11 вечера. Да, мы любим поспать и с ребенком мне однозначно повезло. Но я знаю, что нам нужно менять наш режим дня и так далее. Но пока нам на сегодняшний момент комфортно. Так жить. Резко менять ничего не буду, не хочу. Плавно просыпаемся и плавно ложимся все раньше и раньше. Так как муж спит на диване и уезжает на работу в 6 утра, я за ним все прибираю. Убираю посуду в посудомойку, начинаю прибираться. Сначала кормлю Лешика, у него сегодня будет каша на завтрак. А потом включаю ему мультики, даю ему водичку либо компотик. И у меня есть минут 10-15 для того, чтобы позавтракать. Рецепт сырников достаточно простой. Я беру обычный мягкий творог, добавляю одно яйцо и предварительно замоченный в кипятке изюм. Мне так нравится. Впервые, кстати, готовлю с изюмом. Именно сырники. Обычно я блинчики готовлю с изюмом. Жарю на растительном масле примерно на пятерки. У меня девятка это максималка, на пятерки жарю сырники, чтобы они полностью прожарились. В это время хожу к Лешику, мы играем. Знаете, у нас последнее время как будто бы день сурка. Одно и то же, одно и то же постоянно. Мы просыпаемся, заправляем постель, ставим вещи стираться. Посудомойку загружаем. Потом я кормлю Лешика, готовлю себе завтрак, потом мы играем. Потом Лешик идет на обеденный сон. Приезжает муж, они занимаются своими делами, играми мужскими. Я монтирую видео или занимаюсь своими делами, либо работаю онлайн. И так каждый день. Просто ничего не меняется. Я уверена, что я не одна такая. Девочки, посоветуйте, пожалуйста, в комментариях, как вы вообще спасаетесь от этой рутины. Раньше, как я спасалась, я ездила на работу. Приезжала бабушка. Сейчас они просто у нас заболели. И вообще уехали в деревню, поэтому... Поэтому достаточно сложно что-то менять. Может быть, заняться какими-то развивашками или начать учить Лешика к чему-нибудь. И всем приятного аппетита, кто также кушает вместе со мной. Всем доброе утро. Всем добрый день, даже можно сказать. Сейчас день, и мы, как всегда, с Лешиком проснулись достаточно поздно. Он уже у меня спит на обеденном сне. Сегодня вы видели, как, в принципе, проходит наше утро. И последнее время, все за недельки-две, оно проходит одинаково. С сегодняшнего дня я решила, что нужно вообще менять. Не то чтобы, знаете, даже режим, распорядок дня, а приводить себя в форму. Да, я худенькая, как вы можете заметить, да. Но хочется немножко мышц. Даже муж уже заметил. Вчера сказал, что ты очень сильно похудела. Но нужно немножечко подкачаться, подкачать свою спину, мышц. Поэтому я сейчас буду заниматься. Кот уже готов к занятию. Я здесь остерила свой любимый коврик. Уже открыла программу FitStars в прихожей. Я хочу там поменять обувницу. Выкинуть эту обувницу старую. Все сложить в шкаф. В общем, вот этот вот ужасный стол. Посмотрите, там где кошачья еда. Хочу полностью убрать. И чтобы дома было идеально чисто. Скоро к нам придут потолочники. У нас будет натяжной потолок. Поставят кондиционер. Много дела еще предстоит по дому делать, чтобы довести его до идеальности. Внизу в описании я вам даю промокод. Мой личный на огромную скидку. Успевайте. Успевайте приобрести безлимитный абонемент. Просто на всю жизнь. Ведь иноразово покупаете и занимаетесь вместе со мной. Когда ребенок, допустим, спит. Или можно вместе с ребенком. Там есть еще классные занятия. Совместно с ребенком можно заниматься. И, в общем-то, давайте передвигаться в нашу прихожую. И будем вместе с вами убирать, разгребать все завалы. Я, конечно, ежедневно мою здесь пол. Из-за вот этого вот милого создания. Посмотрите на него. Лежит рядом со мной. Потому что он у нас стал гадить в одно и то же место, где Лешик играет, где игрушки. На этот коврик он просто гадит. Знаете, там не огромная вот такая лужа, а чуть-чуть. Вот такая лужица. Мне кажется, он метит. И надо будет заказать спрей. И вообще побрызгать вот это вот место полностью, мне кажется. Все. Он безопасен для детей. Ну, устраняет просто вот этот неприятный запах. К нам сегодня еще приходили с управляющей компанией. И у нас достаточно холодный дом. У нас очень холодный пол. Прям невозможно ходить босиком. У Алексея постоянно заложен нос. Батареи вроде греют, но дом еще сам холодный, потому что он новый. И невозможно ходить босиком. Лешику я одеваю две пары штанов, две пары носков, теплую кофту. И вот так вот он ползает. То есть в подгузнике, как летом, допустим, или в трусиках. Я его уже не выпускаю на пол. И он у меня всегда в подгузнике. Потому что если он написается в штаны, трусики, то он будет весь мокрый. И, соответственно, я не всегда могу следить сразу, чтобы ему сменить штаники на новые. Плюс у меня столько штанов нет. Поэтому он всегда у меня в подгузнике. А раньше-то всегда без подгузников он у меня ходил. И когда он у бабушки и у дедушки, они ему снимают подгузники. Там просто жара, там везде ковры. И он там ползает в трусиках у одних, в маечке и все. В общем-то ладно, я пошла прибираться в прихожей. Смотрите, кто у меня проснулся. Ты что, выспался? Выспался? Камера увидит, сразу улыбается. Малышка, так мало поспал. Я успела только йогой позаниматься. Не успела пообедать, покушать. Будем вместе с тобой разбирать, да? Будем убираться вместе. Мамочка только начала. Перетащила сюда пуфик. Вообще этот пуфик у нас стоял вот здесь. Вообще, на самом деле, я его купила, чтобы поставить его здесь при входе. Такая вот у нас обстановочка здесь. В принципе, чистенько. Но я хочу эту обувницу разобрать и куда-нибудь, не знаю, выкинуть или в деревню увезти. Там она точно пригодится. Здесь она мне прям не нравится, как это все выглядит у нас. Поэтому мы сейчас с нулей будем это все разбирать. Да, солнышко? Но сначала, сыночке, надо будет покушать. У нас уже приехал папочка. Сейчас мы будем замерять комнату, потому что поедем за ковролином. Здесь мы не успели ничего сделать. Сейчас замерим комнату нашу. Она достаточно небольшая. И ковролин купим не с большим ворсом, вот с таким, а с коротким ворсом. Может быть, такой же можно будет купить. В принципе, нормально за ним ухаживать. Сейчас будем измерять. Лешек собирается на улицу кататься, гулять. И мне еще, кстати, пришел пледик. Надо будет на ВВ за ним заехать. Он прям такого же цвета. Очень классный. Так у нас получается, если по этому углу, 340. А здесь мы уже смотрели в Леруа ковролин на нашу площадь. Где-то 5-6 тысяч выходит по стоимости ковролина. До куда? До этого угла. 313. Ну, она 4,5. Ну что, мы заехали в Леруа. Как мы занимаемся сейчас? Сейчас посмотрим ковры. Здесь очень много классных ковров. Я просто не знаю, как этот ковер стелить, потому что у нас кот будет гадить на этот ковер. Он просто ненавидит ковры. Не знаю, что с этим делать. Вот такие, смотрите, мягкие есть. Приятные. Тысячу рублей всего. Такие вот ковры у меня были в студии. Их вообще невозможно чистить. За ним ухаживать очень сложно. Такие большие ковры есть. И там сейчас мы посмотрим ковролин. У нас есть вот этот вариант. 3,5 метра, который нам подходит. И вот этот вот фигуристый. Мы хотели вот такой взять, как у нас в гардеробной. Но я думаю, знаете, вот этот вот фигуристый нам надоест. А вот этот более-менее такой нормальный. Да? Такой типа однотонный. Больше здесь по нашим размерам нет вообще. Можно, конечно, взять и вшить между собой. Но, знаете, это была какая-то такая... Ну, вот этот. Короче, мы так подумали. И думаем, лучше какие-нибудь вот такие купить. Их можно в стиралке, допустим, стирать. Потому что если на всю поверхность, то будет не очень. Вот такие типа, я думала. Смотри, по цвету такой же почти. Под ноги тебе кинуть, мне кинуть, и все. Не находимся, большую часть времени находимся в гостиной. Это в гостиной нужно что-то утеплять. Алексей, он хочет вообще теплый пол сделать в гостиной. 80 на 150, 930. Вот это 80 на 150. Вот этот? 80 на 150. Это 60 на 110. Так. Вот 80 на 150, он стоит 930 рублей. Вот такой вот отрезок 930 рублей. Это тебе под ноги, да, кинем? А из кровати в руку? Да, да. Перед кроватью и сбоку. Там, где ты встаешь. Еще есть вот такой. Прикольный. Он уже покачественней. И стоит подороже. Перед диваном у нас уже есть ковер. Который кот ненавидит. Ой, смотри, прикольный. Я тебя в детстве на самом деле в таком коврике в дорожке. Какой? Вон в дорожке здесь. А, прикольно. Давай Лешуку сделаем, такой подарок. Такой еще есть, интересно. Тот самый подходящий. А потом в Лешуку комнату такой купим, да? Ну, это совсем большие прям. Я сходила на ВВ, забрала себе вот такие вот штучки для камеры. Я надеюсь очень, что подойдет. Пойдемте проверим. Я решила отдельно штатив не покупать, потому что у меня есть штатив от моей кольцевой лампы. Очень надеюсь, что подойдет. Мне повезло, потому что многие писали, что кому-то не подходит. Все, отлично закрепилось. Здесь вот можно в разные стороны поворачивать. Это я взяла именно и для телефона, и для камеры. Потому что у меня есть маленькие штативы, а таких вот больших штативов нет. Такой вот наконечник на телефон. Я на самом деле не знаю, как он называется. И, допустим, можно поставить телефон. И куда нужно повернуть. Хотя, наверное, не так. Очень классно, что здесь есть и горизонтальная, и вертикальная съемка. Так вот закрепить, допустим, телефон. Либо, если нужно, то вот так поставить его. Очень даже удобно сюда телефон поставить. Этот штатив прям очень высокий. Ну, с моей розы где-то. Также, как я и говорила, я купила плед. Таким вот примерно цветом. Покажу вам пледик, распакую. Лешеку очень нравится делать со мной распаковки. Такой вот достаточно большой пледик. 220 на 220. Буду застилать кровать. Да, 220 на 200. Всего тоже отправлю в стирку. В принципе, классный. Такой достаточно мягкий. И стоил он в районе 700 рублей. То есть не дурак. Ну что, у нас уже следующий день. Сейчас я вам покажу, что мы с Лешиком уже начали делать. Вот, в общем-то, мы начали с Лешиком разбирать полочку. Полочку разобрала. Сегодня ее заберут. Отдаю ее через Авито. Надо посмотреть, где остатки от этой полки. Куда они делись. В общем-то, мне нужно будет сейчас всю обувь перемыть. Это все разложить. Сумки уберу я в гардеробную. Потому что сумки там лежат. Это Алексея какая-то штука. Видите, все мокрое. Потому что я набрала воды. И Лешика прокинул все на себя. Всю воду, наверное, сюда нельзя мокрое ставить. Должно подсохнуть еще. Пусть подсыхает. Сейчас я буду вот это вот все перемывать. И хочу сложить обувь, которую мы не носим, туда далеко. Летнюю. А зимнюю вот сюда. Наверное, здесь будет пусто. Чтобы обувь не касалась верхней одежды. А сюда нашу обувь сейчас буду складывать. Снимаю еще на айфон для сториз. Девчонки, что-то у меня в последнее время такая апатия. Вообще ничего не хочется делать. Хочется лежать, плакать, смотреть турецкие сериалы. И все. Это у меня уже продолжается на протяжении недели. Не знаю, что это. Магнитные бури. Или просто ПМС. Или что это. Я не понимаю. Просто не хочется ни ресницы наращивать. Ни своим проектом заниматься онлайн. Ни снимать видео. Видео я еще люблю монтировать. Люблю снимать. Потому что это меня так завлекает. Я вообще ничего как бы не вижу вокруг, что происходит. И знаете, так погружаюсь в себя, можно сказать, своего рода медитация. Я еле как себя заставила сегодня проснуться рано. Мы поехали смотреть дома модульные. Кому интересно, переходите в телеграм. Там я подробно всегда снимаю в режиме реального времени нашей жизни. Смотрела дома. Еле как проснулась. Потому что я агенту обещала. Еще у Алексея мама приехала. Посидела с ребенком. Я немножко так развеялась. Но все равно. Я не знаю, что происходит. Короче, очень сложно. Вообще ничего не хочется. Надеюсь, я не одна закая. Потому что давно такого у меня не было. Пишите мне в комментариях. Делитесь своим состоянием. Будем вместе плакать. Ну что, все. Примерно 10-15 минут я закончила. Здесь домыла пол. Коврик постелила наш. Мне очень нравится этот коврик. Он еще с той квартиры. То, что его можно прям помыть. В душе. И вся пыль, которая приходит с улицы, она остается здесь. Сюда поставила пуфик. Предполагала, что этот пуфик будет здесь стоять. Вот так он стоит. Я немножечко передвинула пылесос. Может быть, переставлю пылесос. Пока не знаю. Пока вот так все у нас находится. Зимнюю обувь я сложила. Которую сейчас носим вниз. У меня всего 2 или 3 пары. Одни на каблуках. Вот Алексей сюда свои поставит. И потом Лешика. Вот эту штучку сегодня заберут. Вообще не понимаю, почему у меня шкаф не закрывается. Вроде бы все закрыто плотно. Почему-то шкаф не закрывается до конца. Надо будет, чтобы Алексей посмотрел. Так, нам осталось здесь плитку, чтобы Алексей положил сюда. Мы хотим, знаете, как мозаичкой кинуть сюда плиточку. И либо кусочками положить. Потому что здесь постоянно какой-то мусор остается. Вот сумки унесу, когда Лешик проснется в ту комнату. Здесь мусор. И в принципе все. Закончила. Я здесь еще мыла пол. Прибиралась. Алексей и мама тут тоже прибирали нам. Все. Перемыла все кошачьи чашки. Там туалет весь вымыла. Открыла окна, чтобы они проветривались. Такая вот у нас обстановочка. Все. Меня все трясет. Не знаю почему. Какая-то у меня прям, знаете, такая трясучка. Все. Что-то трясет меня. Может потому, что я ничего не ела. Только чай попила. Какое солнышко вообще великолепное. Я записывала мини-видео. Сейчас выложу в сториз, в шорс и в рилс. Как я делала уборку. Как я делала уборку в прихожей. Большое спасибо, что этот великолепный день. Эти великолепные дни провели вместе с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить пальчики вверх. Писать свое мнение в комментариях. Я отвечаю каждому. По возможности, да. И встретимся с вами уже в новом видео через два дня. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok